Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Очень рада вас приветствовать! Сегодня хочу с вами поделиться интересной хитростью. Я думаю, что многим хозяйкам она окажется действительно полезной. Я думаю, что многие со мной согласятся и у многих есть такая проблема. Коврик в ванной комнате, особенно то место, которое очень близко расположено к ванной, после купания детей, да и взрослых, остается мокрым и очень долго сохнет. У меня, друзья, такая проблема была длительное время, пока я не придумала одну, мне кажется, просто гениальнейшую хитрость. Значит, смотрите, у меня коврик. Многие напишут, что нужно стелить полотенце. Я стелю полотенце, но после того, как покупались дети, обязательно коврик мокрый, коврик влажный, его приходится сушить. Так вот, смотрите, что я сделала. В магазине Магнит я купила вот такие вот крючки. Крючки пластмассовые, их в наборе 10 штук и стоят они 100 рублей. Значит, разных цветов я взяла один зеленый крючок и один белый. У меня вся ванна в зелено-белых оттенках, поэтому я взяла разные цвета. Эти крючки я вот таким вот образом прикрепила к ванной. Крючки, кстати, очень прочные, вообще шикарно держат тяжести. И второе, что я сделала, это пришила вот такие вот петельки к коврику. Вот. Я думаю, что любая хозяйка справится с этой задачей. Несколько прихватов. Мы в ванной в основном моемся вечером, перед сном. И вот как только все помылись, я этот коврик за петельки на крючки вешаю сушиться. Утром коврик идеально сухой. И небольшая часть коврика остается как раз перед раковиной. То есть, если кому-то ночью нужно будет встать, помыть руки, либо еще как-то по какой-то причине зайти в ванную, то есть он не будет стоять на голом полу, он будет стоять на частичке коврика, а та часть, которая рядом с ванной, она шикарно просохнет. Друзья, очень хорошая идея. Значит, крючки, еще раз повторяю, купила в магните. Просто многие будут писать, что крючки не держат, через какое-то время не отпадут. У меня такой коврик уже на протяжении двух недель, каждый день так сушится, все идеально держит. Крючки нигде не мешают, нигде они ничего не цепляют. Шторка у меня всегда внутри, то есть по ту сторону ванны. Поэтому идея просто гениальная. Очень удобно. Друзья, рекомендую попробовать. Вот такой вот, друзья, хитростью хотела сегодня с вами поделиться. Если идея понравилась, поставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии, дополняйте меня. Будет очень интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по поводу такого приспособления. Может быть, кто-то уже так делает. Пишите свой опыт. Всем спасибо за просмотр. С вами была Марина Жукова. Всем пока!